Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Добрый вечер в студии Виктория Царева прямо сейчас о последних событиях в стране и в мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молдова почти полностью обеспечена метаном на будущий отопительный сезон. Европейская комиссия объявила первый международный тендер на совместную закупку природного газа в рамках энергетической платформы ЕС, который прошел успешно. Об этом в пресс-релизе сообщил вице-президент учреждения Марш Шевчевич. По его словам, в случае с Украиной и нашей страной согласовано 180% запрашиваемых объемов соответственно. Это исторический момент, потому что впервые мы используем коллективный экономический вес ЕС для повышения нашей энергетической безопасности и борьбы с высокими ценами на газ. Реакция рынка была положительной и обнадеживающей. На первый состоявшийся аукцион заявки были поданы на общий объем порядка 11,6 миллиарда кубометров газа. Потребность в СПГ составляет около 2,8 миллиарда кубометров, а для трубопроводной доставки необходимо около 9,6 миллиарда кубометров. Между тем, в среду правительство Бухареста утвердило меморандумом решения, направленные на объединение электросетей и газопроводов наших стран. Румыния продолжает оставаться самым решительным сторонником Республики Молдова и делает это конкретным и последовательным образом. Правительство утвердило меморандумом решения, направленные на объединение газопроводов и электросетей Румынии и Республики Молдова. Важные результаты, которые принесло это сотрудничество, они известны. Зимой поддержка, оказанная Румынией в поставках природного газа и энергии, имела большое значение для граждан Республики Молдова. Дан Карбунару также добавил, что в рамках этого меморандума будут выполнены дополнительные работы на газопроводе Ясаунгена-Кишинёв. В частности, начнётся строительство газотранспортной магистрали вокруг молдавской столицы. Что касается электроэнергии, цель состоит в том, чтобы соединить электроэнергетические системы между Румынией и Республикой Молдова посредством инвестиций стратегического значения, таких как воздушная линия электропередачи мощностью 400 кВт Сучава-Бельцы или расширение станций между Сучавой и Бельцами с мощностью линий межсоединений связи в направлении Хуш-Чуара. Это важные проекты, которые, повторяю, усиливают способность Румынии поддерживать Республику Молдова. Фермеры выдвинули ультиматум властям и грозятся начать массовые протесты по всей стране в режиме нон-стоп 7 июня. В случае, если ответственные структуры не выйдут с чёткими и обозначенными сроками решений кризисов в аграрной отрасли до 3 июня включительно. Информацию для нашего телеканала подтвердил исполнительный директор Ассоциации Форца Фермиерилор Александр Слусарь. В ультиматуме аграрии всего 5 пунктов. Выделить до 1 августа этого года компенсации малым и средним фермерам в размере не менее 3000 леев на гектар для производителей зерновых первой группы, обязать порт Джурджулешты экспортировать только продукцию молдавских фермеров, ввести временное ограничение импорта вышеупомянутой продукции из Украины, рассчитаться по долгам за субсидии, а также внести изменения в законопрограмме возмещения НДС. Мы хотим, чтобы на саммите, который будет проводиться у нас 1 и 2 июня, были подняты проблемы сельского хозяйства. И правительство до 3 июня должно публично взять на себя обязательства с конкретными сроками для фермеров, именно на ближайшие несколько месяцев, не через год, не через два, не через три, а именно через несколько месяцев. Если этого ангажемента не будет, то 7 июня будут массовые протесты и в стране, и в Кишиневе. За реакцией наш корреспондент обратился в пресс-службу Министерства сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности находится в постоянной связи со всеми сельскохозяйственными объединениями и знает проблемы, с которыми сталкиваются фермеры. Министерство взяло на себя обязательство их решить. По этой причине на первом этапе было принято решение пополнить фонд АИПа на 100 миллионов леев. При ближайшей корректировке бюджета эти деньги будут переведены на счета фермеров для субсидирования акций за на дизельное топливо, субсидирования молока и предоставления прямых выплат из расчета поголовья. До сих пор любое решение, принимаемое на уровне правительства, согласовывалось с бизнес-средой в аграрном секторе. В том же духе будем действовать и дальше, так как наши усилия ориентированы на интересы всей отрасли сельского хозяйства. Напомним, 10 мая премьер Дарин Ричан встречался с фермерами в правительстве. После совещания было объявлено, что Республика Молдова не будет вводить запрет на импорт продукции из Украины. Взамен правительство обещало отслеживать ситуацию на границе раз в два дня и информировать местных производителей. Торговая надбавка на цены на некоторые виды мяса птицы, рыбы, а также на свежую картошку, морковь, капусту, свеклу и лук больше не будет ограничиваться. Соответствующее решение было принято в среду на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы избежать возможного дефицита отдельных категорий товаров на благо граждан, уточняется в документе. Кроме того, в мэрии Шелдонежд было выделено порядка 8,5 миллионов леев на ремонт пострадавшей от землетрясения многоэтажки. Финансовые средства пойдут на восстановление целостности дома, утепление фасадов и ремонт кровли здания, чтобы жильцы были в максимальной безопасности. Министерство внутренних дел представит на утверждение проект постановления по этому поводу, а Министерство финансов выделит необходимые средства. Кроме того, в Кабмине одобрили создание миссии партнерства Европейского союза в Республике Молдова под эгидой общей политики безопасности и обороны. Миссия будет способствовать укреплению устойчивости сектора безопасности Молдовы в области управления кризисами и гибридными угрозами, включая кибербезопасность и противодействие попыткам манипулировать информацией, осуществляемой извне, а также иностранному вмешательству. До тех пор, пока не будет согласовано и подписано соглашение с ЕС о статусе миссии, его сотрудники помещения, активы и средства будут пользоваться привилегиями и иммунитетом, применимыми к дипломатическим представительствам. У партии социалистов на ближайших местных выборах будет свой кандидат на пост столичного градоначальника. Об этом в рамках брифинга для прессы, проведенного перед зданием мэрии Кишинева, объявил лидер ПСРМ Игорь Дадон. Сегодня хотим сообщить вам, что у партии социалистов будет кандидат-социалист на следующих муниципальных выборах. Мы хотим продолжить исполнение программы партии социалистов в муниципе Кишинев. Отметим, что позже на странице ПСРМ в соцсети появилось объявление, что из-за несовпадения политических взглядов с партийными, исполком партии социалистов попросил депутатов Василия Боля и Александра Суходольского покинуть ряды парламентской фракции с последующим полным исключением из рядов политформирования. В ПСРМ попросили Болю и Суходольского также сдать свои мандаты. К моменту выхода материала в эфир, вышеупомянутые народные избранники не отреагировали на новость. В случае получения их комментариев, редакция опубликует их в следующих выпусках новостей. На ситуацию в Гагаузе отреагировали в офисе народного адвоката Республики Молдова. Представители омбудсмена призвали к спокойствию и воздержанию от дискуссий, разжигающих ненависть. Омбудсмен Числав Панько призывает всех участников к спокойствию и улучшению связи между центральными и региональными властями Гагаузии, прозрачности при обобщении результатов выборов, определенности и уважению конституционных прав граждан Республики Молдова. При этом в случае выявления нарушений должна быть представлена публичная информация, а виновные в этих нарушениях должны быть привлечены к ответственности. Также омбудсмен рекомендует не использовать язык ненависти или разжигание ненависти, а СМИ препятствовать распространению такого рода высказываний. Напоминаем, что в понедельник 22 мая апелляционная палата Камрата рассмотрит ходатайство ЦИК Гагаузии по признанию выборов Башкана. По данным избирательной комиссии автономии, представитель партии ШОР Евгения Гуцул победила на выборах, набрав более 27 тысяч голосов. Ее оппонент Григорий Узун, поддерживаемый по СРМ, набрал порядка 25 тысяч голосов. Аккредитованные в Молдове депмессии 30 стран опубликовали совместное заявление в связи с Днем борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Также 17 мая на зданиях делегаций из Молдови и посольства США были вывешены радужные флаги ЛГБТ-сообщества. В Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией, бифобией, который отмечается сегодня, «Мы выражаем солидарность и поддержку лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам и интерсекс-людям ЛГБТИ в Республике Молдова и во всем мире, многие из которых продолжают сталкиваться с дискриминацией, насилием и риторикой ненависти из-за своей сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения и половых характеристик». Заявление было подписано почти всеми посольствами стран-членов ЕС, а также Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Израиля, Канады, Соединенных Штатов Америки и Украины. В июне состоится 22-й ЛГБТИ-фестиваль «Молдова Прайд», включая марш солидарности, направленный на популяризацию и празднование равенства для всех. Мы ожидаем мирный и безопасный марш солидарности, а также дальнейший прогресс на пути к равенству для всех людей в Республике Молдова. Мы надеемся, что главный посыл «Молдова Прайд» будет услышан громко и ясно. Каждый должен иметь возможность и свободу быть самим собой, независимо от того, кто он и кого любит. Премьер Дарин Ричан вместе со своим румынским коллегой Николай Чукой принял участие в форуме безопасности в рамках панели «Вызовы безопасности в Черноморском регионе. Повышение устойчивости государств, пострадавших от текущих кризисов через сотрудничество». В своем выступлении молдавский премьер подчеркнул, что предстоит проделать большую работу в плане обеспечения безопасности Республики Молдова в долгосрочной перспективе. Для этого придется говорить открыто и чаще разъяснять населению про контекст, в котором находится наша страна. Республика Молдова укрепила свои возможности вместе со странами ЕС и США для решения этих нарастающих проблем. Вызовы этой войны на Черном море уже очевидны. Республика Молдова преодолела эту зиму и сделала это в первую очередь вместе с Румынией. И здесь я хочу поблагодарить ее за это. Потому что, когда Республика Молдова оказалась в критической ситуации, особенно в сфере энергетики, Румыния оперативно вмешалась, и мы смогли преодолеть эти трудности. Со своей стороны, премьер-министр Румынии Николай Чук открыл, что его страна будет и впредь поддерживать Республику Молдова, как это было до сих пор. Нам нужно поддержать Республику Молдова, чтобы противодействовать эффектам войны. Ее безопасность полностью взаимозависима с безопасностью Украины. Нам удалось сделать отношения максимально честными и закрепить их в рамках стратегического партнерства. Начиная со стратегического партнерства с США, Францией и Великобританией, и со всеми остальными, кто увидел потенциал нашей страны и возможности вместе сделать то, что необходимо для повышения устойчивости не одной страны, а повышения устойчивости целого региона ЕС и НАТО. Форум по безопасности в Черноморском регионе и на Балканах – самое важное тематическое мероприятие в Румынии. На его платформе выступает более 160 спикеров, организовано свыше 40 панелей, в которых принимают участие высокопоставленные гражданские и военные чиновники, дипломаты, известные эксперты из государств, членов ЕС и НАТО, а также из стран-партнеров. Чемпионам в реформах нужна сильная поддержка, чтобы окно возможностей оставалось широко открытым. Такое заявление сделала президент Майя Санду, рассказывая о достигнутых в Молдове прогрессах в Рейки-Авике. Напомним, там глава государства принимала участие в саммите Совета Европы. Сторонники реформ нуждаются в твёрдой поддержке, чтобы окно возможностей оставалось широко открытым. В Молдове есть политическая возможность для построения демократического мира. Это шанс продемонстрировать, что демократия может работать, несмотря на беспрецедентные вызовы. Нет ничего превыше закона. На пленарном заседании четвёртого саммита Совета Европы глава государства отметила, что там, где есть политическая воля, возможны преобразования, демократия становится сильнее, а общество более устойчивым. В течение последних двух лет мы упорно работали над снижением влияния олигархов на политику, экономику и СМИ. Мы начали очищать коррумпированную систему правосудия. Несомненно, нам предстоит ещё много работы. Но улучшение нашего положения в международных рейтингах является свидетельством наших усилий и политической решимости укреплять демократию. Майя Санду подчеркнула, что Республика Молдова продолжает противостоять гибридной войне. Наши граждане и предприниматели продолжают бороться с экономическими последствиями роста цен на энергоносители и перебоев с торговой логистикой. Чтобы у демократии был шанс, наша экономика должна расти. Российская дезинформация и пропаганда должны быть обезоружены, чтобы у нашей демократии был шанс. Мы противостояли дестабилизирующим усилиям России и будем продолжать это делать. В Исландии президент Майя Санду встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с председателем Европейского суда по правам человека Сиофрой О'Лири. Стороны обсудили роль ЕСПЧ и Совета Европы в проведении реформ, а также в заимствовании лучших практик в области правосудия. На полях саммита состоялась также двусторонняя встреча главы государства с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Национальная армия продолжает проводить учения на военном полигоне в Бельцах. В практических стрельбах, в том числе и с пулеметов, принимают участие около ста резервистов. Напомним, учения являются частью плана подготовки нацармии на 2023 год. По сообщению портала Nord News, согласно программе обучения, которая длится пять дней, солдаты изучают устав и участвуют в учениях по стрельбе. Можно наблюдать боевые стрельбы мотопехотной группы. По сценарию это оборонительный бой. Привлечены военные резервисты из северных районов всей республики. Так, военнослужащие, призванные на основании мобилизационных документов, по роду занятий распределяются согласно должностям на пройденной воинской службе. Некоторые резервисты вооружённых сил проходили военную службу 30 лет назад. Подобные учения проводятся регулярно. Последние из них состоялись в апреле этого года. Здесь проводятся тактико-технические занятия для пехоты, больше основанные на теории, сроком на пять дней. Занятия проходят в нормальном морально-психологическом состоянии и закончатся в пятницу. В эти дни проводятся различные учения по обороне, технико-тактические занятия по выдвижению, учения по обездвиживанию противника в помещениях. Я призываю всех бойцов, всех, кто находится в запасе, от рядового до офицера, когда они получат повестки на учение, явиться и не верить ложной информации. Организаторы отмечают, что учения проводятся в соответствии с требованиями закона о резерве вооружённых сил, а также в соответствии с планом подготовки нацармии на 2023 год и не имеют никакого отношения к ситуации с безопасностью в регионе. Заработная плата, в том числе в области социальной помощи, местной инфраструктуры, распределения, и грамотное управление недвижимостью, которое находится в общественной собственности. Это лишь несколько тем, которые обсудили в ходе встречи премьер-министр Дарин Ричан и председатели районов. Стороны подчеркнули важность консолидации усилий Центрального и местного публичного управления для совместного решения существующих проблем и улучшения жизни людей по всей стране. Наибольший экономический рост и благосостояние начинается на этапе подготовки страны к евроинтеграции, когда вкладываются средства в дорожную инфраструктуру, образование и социальную инфраструктуру. Правительство остается рядом с вами столько, сколько это будет необходимо, чтобы помогать вам постепенно преодолевать трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Вместе мы обязаны вернуть Европу домой, построить страну с преуспевающими гражданами и сильными институтами. Также председатели районов обсудили возможность расширения программы «Европейское село» для местного публичного управления второго уровня. В ходе встречи были определены потребности в финансировании в сфере образования и оптимизации школьной сети. Министерство инфраструктуры и регионального развития сообщает, что на сегодняшний день по программе «Европейское село-экспресс», запущенной правительством месяц назад, подано 680 заявок. Согласно пресс-релизу Министерства инфраструктуры и регионального развития, большая часть представленных мэриями проектов сосредоточена на строительстве и реконструкции физкультурно-досуговых площадок, а также зданий, предназначенных для оказания социальных услуг. В этой категории 284 заявки. Далее за ними следуют проекты по реабилитации общественных зданий, в том числе по повышению их энергоэффективности. 155 запросов и еще 106 мэрий нацелены на улучшение уличного освещения в населенных пунктах, которыми они управляют. Также были представлены 78 проектных инициатив по восстановлению домов культуры и еще 57 по установке фотоэлектрических систем в общественных учреждениях. В среду стартовал проект, направленный на улучшение соблюдения социальных прав. В мероприятии приняли участие партнеры по развитию Совета Европы, представители Министерства труда и социальной защиты, а также посол Австрии в Республике Молдова. Продвижение защиты социальных и трудовых прав является одним из приоритетов правительства Республики Молдова. Еще с 2004 года для Австрийского агентства развития приоритетом является и качественное профессиональное обучение, когда особое внимание уделялось созданию возможностей для достойной работы. В рамках этого проекта приветствую инициативу тесного сотрудничества парламентской комиссии и комиссии по социальной защите здравоохранения. По данным Национального бюро статистики в прошлом году численность рабочей силы в нашей стране составляла 890 тысяч человек. А согласно данным Национального агентства занятости населения, по состоянию на 16 мая в стране насчитывается 11 943 вакантных места. Модернизация инфраструктуры, оснащение медучреждений новым оборудованием, а также обучение специалистов за рубежом. На эти и другие темы говорили премьер Дарин Ричан и глава Минздрава Алла Немеренко с администраторами медучреждений страны. В ходе совещания в правительстве были отмечены ограничения, возникающие на местном уровне в процессе обеспечения качественных медуслуг, населению и доступа к фармацевтической продукции. Говорили также о необходимости укрепления партнерских отношений с государствами, которые являются примером передовой практики в области развития медицинской сферы, а также подготовки кадров и обмене опытом с европейскими странами. За последние четыре месяца объем мусора, который складируется на муниципальной свалке в коммуне Цинцарины, значительно уменьшился, а количество переработанных и сортированных отходов увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщили представители столичного предприятия Риджи Аутасулубритати. У нас было отправлено на сортировку 18 900 тонн отходов, которые после переработки и сортировки уменьшились в массе на 3000 тонн. Соответственно, на хранение было отправлено 15 900 тонн мусора. Процент колеблется от 3-4 изо дня в день. Что важно знать гражданам? У нас переработано около 3000 тонн, что является исключительным показателем. Картина лучше воспринимается в сравнении, говорит директор коммунального предприятия Игорь Гырля. Эйфелева башня имеет массу примерно 10 000 тонн. Треть массы Эйфелевой башни было переработано всего за 4 месяца. 5 месяцев назад муниципальное предприятие подписало договор сроком на 5 лет с компанией, занимающейся сортировкой и переработкой мусора. И первые 4 месяца сотрудничества принесли свои плоды. По нашей статистике мы получили 2200 тонн твёрдых бытовых отходов из Кишинёва, из которых бумага, картон, стекло, смешанный пластик, тетропаки, автопокрышки и крупногабаритный мусор были сохранены и отправлены на переработку. В процентах от объёма, если мы говорим о пластике, это примерно 12%. Ответственность кишинёвцев стала намного выше. Они видят, что идёт процесс сортировки. Напомним, что для поощрения населения к более ответственному поведению в отношении сортировки мусора, мэрия Кишинёвой профильное предприятие проводит соответствующую кампанию. Онкологический институт получил партию помощи. Так, в учреждение поступил современный аппарат ультразвуковой диагностики и 2000 флаконов лекарства, необходимого для лечения больных раком. Всё это было закуплено Всемирной организацией здравоохранения при финансовой поддержке Евросоюза и правительства Канады. По словам врачей, новый аппарат УЗИ высокотехнологичен и позволит им лучше проводить обследование пациентов. По их словам, на тех установках, что у них было до сих пор, они не могли увидеть, насколько тверда опухоль. Теперь эта возможность у них есть. Лучше видна структура органов. А для нас главное – видеть структуру. Здесь структура и органов, и опухоли видны очень хорошо. Это большое преимущество и для врачей, и для пациентов. На церемонии передачи партии помощи присутствовал и госсекретарь Минздрава Юон Пресакару. Это очень важная и долгожданная со стороны специалистов онкологического института поддержка. Речь идёт о самых главных целях любого медучреждения – качественных диагностики и лечении. Но когда на кону лечение и продление жизни онкологического больного, это уже приоритет высшего уровня. Сейчас мы говорим об аппарате УЗИ, который, помимо основных современных функций, обладает ещё одной совершенно необходимой для ультразвуковой диагностики патологии. Этот аппарат был куплен нашими коллегами и добрыми партнёрами из ВОЗ при поддержке ЕС в рамках крупного регионального проекта, который продвигает вакцинацию. Он внедряется в рамках Восточно-Европейского партнёрства. ЕС и страны, которые в него входят, массово поддержали систему здравоохранения Молдовы во время пандемии и продолжают поддерживать после её окончания. Общая стоимость, предоставленная онкологическому институту партии, превышает 370 тысяч долларов. На 9 банов подорожают в пятницу литр бензина и на 11 банов дизельное топливо. Национальное агентство по регулированию в энергетике установило предельные цены на розничную торговлю горючим, которые будут действовать 19 мая. Таким образом, на автозаправках бензин будет стоить 23 лея 3 бана, а литр дизельного топлива обойдётся автовладельцам в 18 лея в 98 банов. С 14 по 18 мая группа молдавских депутатов находилась с рабочим визитом в Сенате парламента Французской Республики. В ходе рабочего визита народные избранники провели встречу с представителями Парламентской ассамблеи Франкофонии. Также они обсудили сотрудничество в области экологического перехода, действий рабочей группы по надзору за онлайн-платформами и многое другое. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». Спикер парламента Игорь Гроссу провел встречу с председателем Национального совета Австрии Вольфганган Саботко. Это первый официальный визит в нашу страну председателя парламента Австрии за 31 год после установления молдоавстрийских депотношений. Стороны обсудили актуальные темы, в том числе возможности активизации сотрудничества между странами и договорились стать партнерами в нескольких инфраструктурных проектах. Это сельское хозяйство, зеленая энергетика и промышленность. Два эксперта пограничной полиции завершили свои миссии в международных аэропортах Тбилиси и Милана в рамках совместных операций, проводимых под эгидой Frontex. На протяжении месяца два офицера помогали и консультировали коллегов в Грузии и Италии в области экспертизы, проездных документов, обмена информацией в целях борьбы с трансграничной преступностью. Руководство Национального центра до госпитальной скорой медпомощи провело встречу с командой «Еуронест» из ЯС во главе с исполнительным директором Алиной Попа. Стороны обсудили действия по реализации совместных проектов в рамках программы «Interact Next» Румыния-Молдова 2021-2027 года, а также в рамках других программ с европейским или национальным финансированием. Руководство Национального центра до госпитальной скорой помощи подчеркнули, что продолжают полагаться на поддержку румынских партнеров. С 17 по 18 мая патрульные полицейские остановили 670 водителей, которые превысили скоростной режим. 25 не уступили дорогу пешеходам или велосипедистам. 13 водителей сели за руль под шафы, из них 11 находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полиция вновь призывает соблюдать все правила дорожного движения. С 8 по 14 мая в службу до госпитальной скорой медицинской помощи поступило 14 148 обращений, в том числе 1908 детей. Больше всего за помощью обратились к сердечно-сосудистым заболеваниям 3591 человек. Из них 54 с острым коронарным синдромом, 1987 – неврологические патологии, из них 237 с инсультом и 1539 заболеваний органов дыхательной системы, в том числе 793 случая ОРВИ. Двух измученных и беспомощных детенышей косули спасли на севере страны. Их нашли в Ореховом саду, а прибывшие на место инспекторы Агентства по охране окружающей среды вывезли животных в ближайший лесхоз. Там им обеспечат искусственное питание, уход и заботу, а когда малыши подрастут, их выпустят на волю. Инспекция по охране окружающей среды отмечает, что благодаря оперативному вмешательству и бдительности местных жителей, нашедших детенышей, они выживут и будут развиваться в безопасной среде. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. Кинологическая команда таможенной службы Молдовы Василий Паниогла и его верный четвероногий коллега Дунай завоевала бронзовую медаль на Международном чемпионате служебных собак, который специализируется на обнаружении наркотиков. Наши герои поделились своими эмоциями и рассказали, сколько труда потребовалось для достижения такого результата. Во-первых, у меня захватывало дыхание. Собака тоже это почувствовала. Когда объявляли результаты, собака становилась более агрессивной и беспокойной. То есть эмоции передавались и ей. В соревнованиях принимали участие команды из десяти стран. Обученные собаки отрабатывали свои навыки на этапах досмотра посылок, помещения транспортного средства на открытом воздухе, а также выполнение команд или общения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помимо наград на различных конкурсах, у Дуная есть и заслуги в повседневной деятельности, среди которых обнаружение 136 килограммов героина и 65 килограммов гашиша на таможенном пункте Джуджулешты, а также на многих других. Василий Паниогло работает с Дунаем уже пять лет. По словам кинолога, важной составляющей эффективности собаки является связь между кинологом и её хозяином. Именно по этой причине Дунай – полноправный член семьи Паниогла. ДУНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если он чувствует, что служебная машина завелась, он и желает, потому что знает, что уходит на работу. Каждый день мы занимаемся, гуляем, общаемся, чтобы к моменту, когда мы идём на работу, ему было достаточно общения со мной, и при виде меня он не радовался и не хотел играть. Он знает, что идёт работать. Дома, кроме него, у меня три собаки, одна из которых будет таможенником. Если Дунай уйдёт на пенсию, его заменит другая собака. В таможенной службе собаки специализируются в четырёх основных областях – обнаружение наркотиков, табачных изделий, поиск наличных денег и взрывчатых веществ. ДУНАМИЧНАЯ МУЗЫКА «Если вы заметили, в последнее время увеличилось количество обнаружений наличных денег, начиная с Международного аэропорта Кишинёва и заканчивая Джурджулештами, Кагулом и Лескулянами. Впервые в республике Молдова у нас есть собака, которая может обнаружить банкноты и наличные деньги». В кинологическом центре таможенной службы работают 14 кинологов и 20 служебных собак. Зерновая сделка продлена ещё на два месяца. Об этом заявил президент Турции Реджептей Пардаган. По его словам, которые приводит агентство ТАСС, это стало возможным благодаря конструктивным подходам Москвы и Киева. Реджептей Пардаган заверил, что Анкара будет прилагать максимальные усилия для выполнения всех условий сторон. Продление зерновой сделки на два месяца подтвердила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Но у Москвы есть претензии ко второй части сделки. Она настаивает на том, что её экспорт страдает из-за отключения от системы банковских платежей, а ограничения в страховании и логистике для российских судов уменьшают экспортные возможности. Продление зерновой сделки приветствовал генсек ООН Антонио Гутерриш. «Эти соглашения имеют значение для глобальной продовольственной безопасности. Украинские и российские продукты кормят весь мир. В рамках Черноморской инициативы было экспортировано более 30 миллионов тонн продовольствия». Продление Черноморской инициативы приветствовали и в Украине. Министр инфраструктуры Александр Кубраков выразил надежду, что она будет осуществляться на тех условиях, которые согласовали её участники. Зерновая сделка обеспечивает вывоз зерна из украинских портов на Чёрном море и предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Москва неоднократно допускала выход из соглашения. США запрещают украинским пилотам тренироваться на истребителях F-16 в европейских государствах, несмотря на готовность нескольких стран провести такие тренировки. Об этом пишет New York Times. Издания отмечают, что нежелание Вашингтона разрешить учение серьёзно ограничит предложенную новую европейскую коалицию в оказании поддержки Украине в вопросе получения истребителей. 16 мая главы правительств Великобритании и Нидерландов объявили о создании международной коалиции по закупке современных истребителей, которую Киев запрашивает в качестве военной помощи. Поставки F-16 могут быть осуществлены только с одобрения США. Это же касается обучения. Западные партнёры в Европе пока могут лишь ознакомить украинских пилотов с техническим языком и провести тактические уроки. Пробные полёты на самолётах для них недоступны, пишет New York Times. Представитель администрации Джо Байдена заявил изданию, что Вашингтон по-прежнему не хочет отправлять Киеву собственные истребители, но не исключает, что в итоге выдадут союзникам в Европе лицензии на реэкспорт F-16 в Украину. О желании поделиться своими истребителями с Киевом уже заявляли Нидерланды, Дания и Бельгия. По оценкам экспертов, в общей сложности эти страны могут поставить как минимум 125 боеготовых F-16. Также своими списанными американскими истребителями готова поделиться Норвегия. Власти Украины заявляли, что для противостояния России в воздухе им нужно порядка 180 современных истребителей. Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису. Он заявил, что панацеи для разрешения проблемы не существует. Все стороны должны начать с себя, накапливать взаимное доверие и работать над созданием условий для мирных переговоров, сказанного обращения Ли Хуэя на официальном сайте МИД КНР. Ли добавил, что Китай готов содействовать международному сообществу в формировании общей позиции по урегулированию украинского кризиса. В рамках миссии китайский дипломат также планирует посетить Россию, Польшу, Францию и Германию. Африканские нации предложат Москве и Киеву мирную инициативу для решения ситуации в Украине. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Ромофоса во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Сингапура. Сирил Ромофоса сказал, что делегация глав африканских государств планирует посетить Москву и Киев, где они собираются представить свой план. Он отметил, что в разработке миссии участвовали главы Замбии, Сенегала, Республики Конго, Уганда, Египта и ЮАР. В пресс-службе администрации украинского президента ответили, что Владимир Зеленский готов выслушать их предложения, рассказать об украинской формуле мира и пригласить присоединиться к ее реализации. Ромофоса отметил, что хотя события на Украине не влияют на Африку напрямую, ее государства страдают от косвенных последствий кризиса. Речь идет, в частности, о росте ценноудобрения, продукцию, АПК и топливом. Он также сообщил, что оповестил о планах миссии генерального секретаря ООН Антонио Гутереша и Африканский союз. Комментируя заявление президента ЮАР, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы поддержать инициативу по мирному урегулированию конфликта России и Украины от других стран, но если его одобрит украинская сторона. Россия и Иран договорились о совместном создании железнодорожного участка Решт-Астара. Эта дорога позволит соединить сухопутные части международного транспортного коридора север-юг. А российские и иранские товары получат больший доступ к внешним рынкам. В церемонии подписания соглашения по видеосвязи приняли участие президенты Владимир Путин и Эбрагим Райси. Новую магистраль задействуют в том числе для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса, которая будет предназначаться как для потребителей в Иране, так и для стран Персидского залива и Африки. Запуск железнодорожного участка Решт-Астара позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки, а перевозки будут обладать конкурентными преимуществами. Президент Райси подчеркнул, что этот маршрут очень надежный и перспективный. По его словам, после завершения строительства железной дороги Решт-Астара будут три действующие ветки, по которым можно перемещать товары. Мировые цены на нефть упали в четверг после почти трехпроцентного роста на предыдущей сессии, сообщает Reuters. Агентство пишет, что трейдеры пристально наблюдают за признаками прогресса в переговорах о повышении потолка госдолга США. Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти накануне заявили о своей решимости в ближайшее время достичь соглашения по потолку госдолга и избежать катастрофического дефолта. По этой причине американский лидер даже отменил свой визит в Австралию и Папуа-Новую Гвинею. Переговорщики стремятся выработать соглашение до возвращения Байдена в Вашингтон в воскресенье. В этом случае Конгрессу придется действовать быстро, прежде чем истечет крайний срок 1 июня. Кевин Маккарти сказал, что Палата представителей сначала проголосует за любую сделку, прежде чем отправить ее на одобрение в Сенат, который контролируют демократы. На этом фоне фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,3%, до 76 долларов 76 центов за баррель, сообщает Рейтер. По данным агентства, давление на цены также оказало высокая вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Между тем, нефтеперерабатывающие заводы в Индии по максимуму покупают российскую нефть. Данные показали, что страна импортировала почти 2 миллиона баррелей в сутки в апреле, что примерно на 4,4% больше, чем в прошлом месяце. Это составляет около 2,5% от общего объема закупок по стране. В китайском Сиане открылся саммит Китай и Центральная Азия, на которую съехались главы Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и КНР. Это первая встреча лидеров шести стран в очном формате с момента установления дипломатических отношений между ними 31 год назад. Саммит в столице провинции Шинси станет новой главой сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии, где все стороны стремятся расширить сферы сотрудничества и укрепить связи, пишет издание Global Times. По данным главного таможенного управления КНР, объем импорта и экспорта Китая со странами Центральной Азии составил 173 миллиарда юаней или 24,8 миллиарда долларов США за первые четыре месяца, увеличившись на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые четыре месяца КНР импортировала из пяти стран Центральной Азии энергоносители, такие как уголь, сырой нефть и природный газ, на сумму 32 миллиарда 450 миллионов, что составляет 55% от общего объема. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что встреча поможет разработать новый план отношений и откроет новую эру для сотрудничества. Ожидается, что во время саммита главы государства обсудят создание механизма Китай-Центральная Азия, сотрудничество в различных областях и подпишут важные политические документы. Джо Байден прибыл в Японию, где в пятницу стартует саммит лидеров стран Большой Семерки. Его сопровождает госсекретарь Энтони Блинкин. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что вопросы запрете на экспорт западных товаров в Россию не будут затрагиваться на предстоящие встречи в Хиросиме. Лидеры Большой Семерки, трехдневный саммит которой начинается в пятницу в Японии, попытаются преодолеть некоторые разногласия, связанные с Китаем, стремясь продемонстрировать единство в борьбе с вызовами со стороны Пекина и Москвы. Об этом агентству Reuters сообщили несколько официальных лиц в преддверии саммита. Разногласия между странами J7 по Китаю оказались в центре внимания после того, как президент Франции Эммануэль Макрон посетил Пекин в прошлом месяце и призвал ЕС уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов. США активно выступают за усиление контроля за инвестициями в Китай, в то время как Германия проявляет осторожность, учитывая ее большую зависимость от торговли с Пекином. Япония также скептически относится к контролю за инвестициями. Перед саммитом американский лидер провел двусторонние переговоры с премьером Японии Фумио Кисидой. В рамках совместного заявления лидеры Большой Семерки также выразят обеспокоенность по поводу использования Китаем экономического принуждения при заключении соглашений с другими странами. Причем в это заявление будет включен раздел, посвященный Китаю, сообщает Рейтер. По словам высокопоставленных официальных лиц Германии, будет также сделан ряд других заявлений, в том числе по Украине экономической устойчивости, продовольственной безопасности и другим вопросам. Лидеры ряда других стран, включая Индию и Вьетнам, примут в саммите участие в качестве наблюдателей. Европейский Союз определил даты следующих выборов в Европарламент. 400 миллионов жителей, 27 стран-членов блока приглашены на избирательные участки с 6 по 9 июня 2024 года. Им необходимо избрать 705 депутатов главного законодательного органа ЕС на следующие пять лет. Председатель Европарламента Роберто Митцоло уже призвала европейцев проголосовать. Демократия Евросоюза важна как никогда. Ваш голос имеет значение. Вы решаете, в каком направлении будет двигаться наш союз. Вы решаете, какой хотите видеть Европу. В большинстве стран днем выборов будет воскресенье, 9 июня. Но некоторые государства, например, Нидерланды, традиционно голосуют в будни. Обычно кандидаты в избирательных кампаниях фокусируются на внутренней политике своей страны, но на грядущих выборах возрастет значение общеевропейских вопросов, считают аналитики. Есть большие европейские проблемы, которые интересуют граждан всех 27 стран-шенов ЕС, такие как экономика, окружающая среда, цены на энергоносители, которые затрагивают всех граждан, безопасность. У нас сейчас есть проблемы с безопасностью на восточной границе. Поэтому я думаю, что все эти вопросы, плюс, конечно, рабочие места, важны для граждан всего ЕС. Поэтому, хотя кампании будут проводиться на национальном уровне, национальными партиями, я думаю, что проблемы, вызывающие беспокоенность, схожи на всем континенте. Грядущая кампания также станет первой после крупнейшего коррупционного скандала в истории Европарламента. Хотя пока и не ясно, насколько он подорвал доверие к институтам ЕС, говорят эксперты. Все парламенты сталкиваются с различными, так сказать, проблемами, как катергейт. Конечно, это повлияло на доверие к институту, даже если в связи с ним была упомянута лишь горстка депутатов. Думаю, какой-то эффект будет. Но все же я считаю, что граждане понимают, что речь идет о группе лиц, а не об институте в целом. Обновление состава законодателей затронет и руководство Европейской комиссии и Европейского совета, в том числе должности, которые в настоящее время занимают Урсула Фондерляйн и Шарль Мишель. Фондерляйн еще не подтвердила, намерена ли она баллотироваться на второй пятилетний срок в качестве председателя Европейской комиссии, в то время как Мишелю по закону запрещено оставаться у руля Европейского совета, поскольку этот пост ограничен двумя сроками подряд по два с половиной года каждый. Даты 6 и 9 июня были выбраны по умолчанию, поскольку ни один другой вариант не вызвал необходимого единодушия, сообщил Евроньюз, дипломатический источник. Португалия ранее выражала беспокоенность, поскольку 10 июня в стране пройдут всеобщие выборы, и такое совпадение дат может снизить явку. На предыдущих выборах, состоявшихся в мае 2019 года, общая явка составила 50,6%, что на 8 пунктов больше, чем на голосование 2014 года. Положить конец конфликту в Судане не удается. А вот уже второй месяц в столице и близлежащих городах продолжаются бои между армией и силами спецназа. 22 больницы в Хартуме преобразованы повстанцами в военные казармы. По данным ООН, на гуманитарную помощь и поддержку беженцев необходимо около 3 миллиардов долларов. 2 миллиарда 560 миллионов долларов планирует собрать ООН для помощи людям в Судане, который охвачен военным конфликтом. Об этом представители международной организации сообщили во время конференции в Женеве. «Это самая большая сумма, в которой мы когда-либо нуждались для Судана. Кризис в Судане быстро перерастает в региональный кризис. Потребности страны фундаментальны и масштабны». По словам главы Офиса по координации гуманитарных отношений ООН, в результате конфликта, который начался 15 апреля, сотни людей погибли, более пяти тысяч были ранены, а миллионы бежали из своих домов и теперь не имеют доступа к базовым услугам и медицинской помощи. Около миллиона из них живут под открытым небом, многие – в соседних странах. «Сегодня 25 миллионов человек, а это более половины населения Судана, нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Это самое большое число в истории страны». Конфликт в стране продолжается между суданской армией и военизированными силами оперативной поддержки. Он вызвал гуманитарный кризис, который может дестабилизировать регион и заставить более 700 тысяч человек покинуть свои дома. Из них около 200 тысяч могут бежать в соседние страны. В турецкой Анкаре 17 мая произошел сильнейший шторм. В результате пострадали крыши зданий, минареты мечети и самая неожиданная – мягкая мебель. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как порывы ветра несут по воздуху на большой скорости диван. Пролетев над крышами, он врезался в один из домов. Помимо того, сорванные штормом куски кровли повредили припаркованные автомобили. По данным местных СМИ, из-за осколков один человек получил травму. Его доставили в больницу. О других пострадавших не сообщается. Продолжительные ливневые дожди наносят непоправимый ущерб регионам Центральной Европы. В Северной Италии 14 рек вышли из берегов. Неуправляемые потоки затопили населенные пункты и нарушили движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Сообщается о погибших и пропавших без вести. По меньшей мере, 8 человек погибли в результате сильнейшего наводнения и оползни в итальянском регионе Милия-Романия на севере страны. Там за 36 часов выпала шестимесячная норма осадков, передает Евроньюз. На месте происшествия работают спасатели. Из затопленных домов людей вывозят на лодках и вертолетах. Вертолеты кружили всю ночь, чтобы спасти людей. В том доме спасли и стариков, и детей. Я живу здесь с 1979 года. Я видел наводнения, но никогда ничего подобного. У нас здесь никогда не было столько воды. В целях безопасности отменены соревнования Гран-при «Формулы-1», которые должны пройти в Милии-Романия в эти выходные. Кроме Италии, сильные дожди накрыли Сербию, Хорватию и Словению. Ливневые потоки разрушают дома, сельскохозяйственным угодьями, техники наносятся непоправимый ущерб. Пострадавшие ждут помощи и просят местные власти предоставить им средства на борьбу с последствиями стихии. По прогнозам синоптиков, сильные ливни с ветром на севере Италии не прекратятся в ближайшие дни. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.